Щегол Лед волнообразный, по земле прыгает, но на очень короткие расстояния, может передвигаться и шагом. При кормежке на деревьях и бурьянах ловко прицепляется к самым тонким веточкам или подвешивается к корзинкам и может несколько минут оставаться в таком положении. Длина тела 13-16 см, размер крыльев 23-29 см, масса 13-21 г. У взрослой птицы затылок и бока зашейка черный, вокруг клюва красная лицевая маска, охватывающая лоб до уровня глаза, переднюю часть горла. От основания надплювия до глаза тянется узкая черная уздечка. Щеки и нижняя часть горла, нижняя часть на стороне тела белые, на боках груди размытые оливково-коричневатые пятна, бока живота также с коричневатым налетом. Спина коричневая, в центре зашейка белое пятно, надхвостя белое. Маховые перья черные с большим желтым участками опахала, образующие широкую продольную полосу на раскрытом крыле, также с небольшими пятнами на вершинах. Рулевые перья черные, с продольными белыми пятнами овальной формы, на внутренних опахалах и белыми вершинами. Самка незначительно отличается от самца. Чуть меньшей шириной красного кольца вокруг клюва, немного более тусклой спиной. Клюв светлый, конический, относительно более длинный, чем у большинства вверховых. Ноги телесно-бурые, радужина-бурые. Благодаря оригинальной пестрой окраске определяется практически безошибочно, даже с большого расстояния. У летящей птицы бросается в глаза сочетание больших желтых полей на крыльях и белого надхвостья. В Евразии гнездовой ареал простирается от британских островов Атлантического побережья Скандинавии на западе до долины Езен-Сирии, подножия Алтая, западного и восточного стоян на востоке. На юге распространен до восточного побережья Средиземного моря, северной и западной частей Ирана, а также по северу Африки. Обычный гнездячийся пролетный зимующий вид европейской части. Весной держатся парами, в остальное время стайками, гнездятся по опушкам смешанных и лиственных лесов, садах и парках, иногда образуя колонии. В конце мая щелы искусно строят гнезда, в основном кронах деревьев, из различных мелких тоненьких корешков растений, мха и лишайников. Гнездо искрепляют паутины. Внутри гнездо устилают пухом, шерстью и мелкими перьями. Гнездо имеет форму полушообразной чашечки. Гнездо помещается обычно на достаточно больших деревьях, нередко довольно высоко, от 6-8 метров и более. Гнездо укрепляют на боковых ветвях, у самого ствола, или вдали от него, либо в его развилке, причем на старых высоких деревьях, чаще всего в средней части, или на конце нижних горизонтальных ветвей. Самка откладывает 4-5 голубовато-зеленовато-белых яиц, скороба на тупом конце имеет красные пятнышки, и насиживает их 12-14 суток. Появившиеся на свет птенцы находятся в гнезде 10-15 дней, выкармливаются различными мелкими насекомыми и бауками. Покидая гнездо, первое время они не отлетают далеко от него. Родители продолжают их подкармливать, еще в течение 60 дней. Чегул в основном зерноядная птица, поедает семена различных трав, в том числе репейника и полыни, а также семена ольхи. Лишь птенцов взрослые птицы выкармливают в основном насекомыми и пауками, которых собирают как на деревьях, так и на земле. А теперь интересные факты про эту замечательную птичку. Максимально зарегистрирован в Европе возраст в природе 14 лет и 1 месяц. В населенных пунктах гнезда выстраивают почти исключительно на конском каштане, нередко на совсем молодых деревьях, где крупные листва хорошо маскируют его. Поэтому высота расположения гнезд здесь заметно ниже, от 2 до 4 метров. Птицы очень любят водопои, а ручей и канавы они посещают ежедневно. Щеглы очень трепетно относятся к своей территории, часто происходят стычки с более мелкими видами птиц. Щеглы являются пересмешниками и стараются имитировать звуки, которые воспринимают их слух. Веселое, подвижное и ловкое движение птицы. В условиях вольерного и клеточного содержания скоро осваивается и быстро привыкает. Даже в неволе любят много петь. При хорошем содержании и правильном уходе поют круглый год и живут до 15-20 лет. Щеглы гораздо лучше, чем другие юрковые птицы скрещиваются с домашними канарейками. Как правило, для скрещивания подбирают щеглов самцов. Полученные гибриды не отличаются плодовитостью, но обладают хорошими вокальными данными. Помимо канарейки, партнером щегла в гибридизации, могут быть снегири, зеленушки, чужие и другие птицы отечественной орнитофауны. Излюбленная пища щеглов – семена репейника, которые птицы вовко достают из сухих колючих репьев. Обитающий на востоке седоголовый щегол сейчас рассматривается как отдельный вид. Однако, не все орнитологи с этим согласны. Рассматривают его как подвид обыкновенного щегла. Латинское название щегла происходит от слова чертополох. В принципе, по-французски щегол – элегантный чертоположник. В христианской культуре из-за своего пристрастия к чертополоху щегол является символом страсти и жертвы Иисуса Христа. Претеча Христа и Анкресителя Богоматери в Средневекое часто изображали щеглом в руках. Также в Средние века этот вид использовался в качестве талисмана против чумы. Вот такой вот пример. Конрад Гесснер в 1554 году упомянул эту птицу в своей книге «Птиц». Рекомендовал использовать ее для лечения болезней. Поэтому жареные щеглы должны были быть подходящим лекарством от боли желудки и кишечной подагры. Щеглам доступно более 20 разнообразных вариантов трейлей. Общая численность мировой популяции этого вида по оценке Международного Союза Охраны Природы составляет от 70 до 350 миллионов особей. Щегул был объявлен в 2016 году птицей года в Германии. А также в 2018 году птицей года в Республике Беларусь. Шеглы в одном ботаническом саду самка шегла с его гнездо использовалась как материал пластиковой таблички с названием «Растение». Такой курьезный факт. Вид включает около 15 подвидов Евразии на островах в восточной части Атлантики и Северной Африки. Кстати, щегол был инруцирован в Австралии, Новой Зеландии, Бермудских островах и Вургвайе. В Австралии он стал вредителем. Щегол довольно популярная птица в искусстве. Вот, скажем, картина «Щегол» 1654 года кисти Карла Фабрициуса хранится в Королевской галерее Маурицхёйс в Гаге, Нидерланды. И про эту картину сейчас в 2018 году, по-моему, фильм вышел. Зимние перекочевки щеглов всецело зависят от урожая кормовых семян и от снегопадов, засыпающих иногда и в места их кормежки. Холодов они совершенно не боятся. А напоследок советую вам прочитать рассказ Михаила Пришвина «Щегол Турлукан». Узнаете много полезного об этой умной и гордой птице, а еще о том, как ловят щеглов и о том, как они красиво поют. Ну что, на сегодня все. Надеюсь, было интересно. Подписываемся, комментируем, делимся видео. До новых встреч!